коллеги приветствую вас на youtube канале клуба трейдеров картель и сегодня я хотел бы вам рассказать такую тему как выбрать свой стиль торговли тот стиль который будет подходить именно вам здесь множество факторов начиная от того рынка который вы торгуете например рынок форекс это чаще ложнопробойной информации если мы возьмем фондовый рынок то довольно таки часто можно обнаружить и лимитных участников можно посмотреть какие пробойные сделки но также и ложнопробойной информации можно с успехом отрабатывать если мы говорим о рынке криптовалюты то чаще это будут пробойные либо ложнопробойной информации но лимитных участников можно отыскать именно в графическом их отображении лишь на немногих монетках на немногих инструментах которые ходят относительно спокойно и при этом на пути следования цены возникают лимитные плотные плотности которые довольно таки долго сдерживают цену дальнейшего движения и мы можем работать как в отбой от лимитки также и в пробой с чего требуется начать да давайте по порядку пойдем первое и самое основное это необходимо формализовать те условия которые необходимо чтобы были были или будут выполнены для того чтобы открыть сделку то есть мы должны проанализировать что должно быть до что должно быть на уровне там для пробойных сделок обязательно наличие накопления там на младшем таймфрейме либо на дневке в зависимости от того какие таймфрейме мы торгуем после того как мы формализуем условия вот все те пазлы от мозаики если то будут выполняться когда у нас все это будет на бумаге мы будем понимать как с этим работать нам необходимо провести бэк тестирование данного подхода то есть мы берем графики идем в историю и на истории ищем точно такие же ситуации смотрим как они отрабатывают зависимости там например ну возьмем пробойной информации мне очень нравится поэтому я могу долго рассказывать берем какие-то картиночки да какие-то ситуации смотрим сколько проходит инструмент какой можно поставить стоп какая волатильность момент пробоя что происходит вот перед самым пробоем как действуют участники на уровне да то есть у нас будет складываться какая-то картинка проверяем на истории как это все отрабатывает собираем первичную статистику например 10 бумажных сделок из этих 10 бумажных сделок каков процент успешных сделок то есть если у нас например там 50 на 50 и при этом мы забираем не менее трех к одному неплохая математика может сложиться на дистанции если мы в правильных местах ищем те или иные информации то с довольно таки высокой долей вероятности можно прийти скажем так выводу до что математика на дистанции будет вывозить затем нам необходимо сделать форвард теста то есть мы берем то же самое и ищем уже в реальном времени на графиках сначала на домашке там девочку посмотрели затем младшие таймфреймы и поехали проверять делаем форвард тестирование не изменяя вообще никаких условий смотрим как это отрабатывает в реальном времени если статистически у нас подтверждается профитность данного подхода мы это пробуем применять в реальном времени то есть каким образом это могут быть точно также бумажные сделки да то есть мы уже ставим стопики все заранее просчитано да то есть мы сначала рассчитываем параметры сделки а затем уже применяем там в трейдинг и есть инструменты специализированные для того чтобы графически на графике показать вот где бы мы вошли где бы нашего было стопы где расположен наш тейк и пробуем также проверяем 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 это такая более глубокая наверное стадия форвард тестирования можно на копеечки на какие-то открывать то есть я рекомендую сильно долго на демки не задерживаться потому что у вас будет отношение к сделкам такое ну не то что наплевательская но играючи то есть у вас не будет эмоций никаких ни жадности ни страха это будет больше похоже на некую такую игру поэтому по копеечки по монеточки на крипте можно практически бесплатно до условно бесплатно там открывать сделки на реальные деньги на рынке форекс пожалуйста есть центовые счета то же самое рынок акций берем какие-то недорогие бумаги с короткими стопами по одной штучке точно также проверяем если применяя мы сохраняем тенденцию по статистике то лишь тогда можно переходить к наращиванию торговых объемов для того чтобы это уже применять в реальной скажем так торговли то есть сначала мы формализуем собираем первичную статистику просто бегая по графикам бэк тестирования затем у нас будет проверка в реальном времени да с бумажными сделками либо с копеечками и лишь затем мы переходим к торговле данных ситуаций которые мы проверили отработали в реальном времени есть несколько нюансов до нюансы есть всегда несколько нюансов которые необходимо учитывать при проверке тех или иных подходов для торговли первое самое важное это не мешать чтобы у вас не было каши в голове вы берете что-то одно и только это одно работаете и пробуйте проверяете как это отрабатывает и так далее потому что многие или наверное абсолютное большинство если не все трейдеры когда начинают свой путь сталкиваются с но это по банальной вещью подсмотрели тут подсмотрели там пытаемся применять один раз попробовали получилось второй раз путь попробовали не получилось бросили переходим к следующему и вот этот поиск святого граиля до поиск лучшего заставляет как белка в колесе то есть мы пробуем 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 не получается кто-то уходит совсем кто-то возвращается казан в любом случае необходимо во первых временной до соблюсти интервал то есть берем одну единственную формацию и работаем с ней ну какое-то продолжительное время чтобы это не было так что вы два дня попробовали пробои затем там один день ложные пробои и там 4 или 5 день там попробовали отбой и сделали какие поспешные выводы рынок в скажем так широком своем понимании не меняется то есть да есть разные фазы когда-то инструменты ходят в ренджах когда-то ходят направленно и необходимо применять различные методики но в общем и целом рынок как он был сто лет назад так он и остался сейчас да побыстрее до размазана до роботы до всякие там манипуляторы и все такое прочее но это не мешает да там я не знаю взять того же самого джесси ливермора с его входами на откатах сейчас практически с каждого тапка данном кричат что торгуете по тренду и входите на откатах ну по сути дела ничего не поменялось поэтому берите модельки и тестируйте 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 только лишь при успешном тестировании применяйте это в торговле когда вы попробуете различные подходы на различных рынках либо на одном каком-то рынке вы обладая неким багажом на статистических данных сможете выбрать тот стиль который подходит именно вам потому что кто-то торгует там ну форекс это чаще ложный пробой на какие-то формации даже там ретесты это все довольно таки часто происходит через ложный пробой там встреча лимитных участников на младших таймфреймах но бывает но все размазано опять-таки нет единого централизованного какого-то центра до устра у каждого поставщика котировок различные данные которые отличаются поэтому здесь необходимо эти моменты тоже учитывать и только лишь статистика и время до дистанция покажут кому что больше подходит кому что больше заходит и нравится вот поэтому выбирайте свой уникальный стиль да можно что-то повторять но попытайтесь хотя бы отчасти до взять что-то такое найти свое свои фишечки и применять их то есть долгие часы за бэктестами позволят вам определить те или иные кит моменты интересные которые будут у вас очень хорошо получаться и на остальное можно будет просто закрыть глаза и работать только по своей системе все всем удачи пока пока